В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. С вами Екатерина Коваленко. Здравствуйте. И коротко о главном. Названы имена победителей губернаторской премии «Наше Подмосковье». Вы делаете добрые, важные дела, дарите внимание и заботу не потому, что существует премия. Война и мир. В районном историко-культурном центре открылась фотовыставка «Обскура 21 века». Это было снято в Средиземном море на закате. Юные ватерполисты из Видного и Развилки провели товарищеские матчи. Живую, интересную, и брызги, и сам вот этот азарт игры, и все это передается, когда вот здесь именно находишься. В концертном зале «Крокус Сити Холл» прошло торжественное награждение победителей премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье». Премия добрых дел вручается уже в седьмой раз. Традиционно активное участие в ней принимают жители и Ленинского городского округа. На праздники побывала наша съемочная группа. Подробнее расскажет Юлия Погасьян. С каждым годом премия губернатора Московской области «Наше Подмосковье» набирает все большую популярность. Для тысяч жителей региона это возможность заявить о себе, получить поддержку. Премия дарит обществу массу новых, интересных и полезных проектов, которые помогают в решении актуальных задач. Об этом на торжественном награждении победителей говорил губернатор Андрей Воробьев. Вы делаете добрые, важные дела, дарите внимание и заботу не потому, что существует премия, а потому, что этому велит ваше сердце и ваше состояние души. И мне очень приятно, что премия стала традиционной. Мне очень приятно, что, несмотря на годы, количество участников не уменьшается. Премия вручается уже в седьмой раз. Ежегодный фонд – 180 миллионов рублей. В этом году организаторы подготовили нововведения. Проекты подавались в четырех номинациях. Экология, творчество и духовное наследие, волонтерство и благотворительность, а также в номинации «Прорыв». Лауреатами стали тысяча участников. Двадцати жителям Ленинского городского округа посчастливилось войти в их число. Каждый из них получит по 180 тысяч рублей. Все проекты, которые были на нашем муниципальном этапе просмотрены, они все живые, проекты, они все запущены, они все будут развиваться дальше, однозначно. Есть традиционные проекты, которые не первый год участвуют в этих мероприятиях. Есть новые, как «Твори добро» видно. Это новый проект, который амбициозно себя зарекомендовал в нашем районе. У всех своя жизнь, у всех своя специфика. Поэтому Ленинский район богат на хорошие, качественные дела. Проект «Твори добро» хоть и был запущен всего за несколько месяцев до начала приема заявок на участие, однако нашел отклик у жюри премии. Он победил в номинации «Волонтерство и благотворительность». Очень рад, все не ожидали. И хотел бы поздравить, конечно, всех участников. Неважно, выиграли ли, не выиграли. Все молодцы. А в номинации «Творчество и духовное наследие» премию получили представители Видновского станичного казачьего общества с одноименным проектом. Приятно очень, что наша деятельность отмечена на столь высоком уровне. Хотелось бы напомнить, что основными целями нашей деятельности являются это возрождение казачьих традиций на территории нашего муниципалитета и патриотическое воспитание молодежи. Торжественное награждение победителей премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье» сопровождалось выступлениями звезд российской эстрады. Я тебе подаю этот мир Разноцветный и яркий лови Не грусти, не смотря ни на что Мир вашему дому И пусть будет все хорошо Юлия Погасян, Виктория Филатова, Александр Логинов, Ольга Садовская, ДИДНТВ С 25 ноября по 1 декабря в Ленинском городском округе пройдет неделя доброты и щедрости Сегодня у нас в гостях координатор этой благотворительной акции Елена Ястребова и соорганизатор и активный участник Владислав Рымша Елена Михайловна, Владислав, здравствуйте 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 Акция уже стала традиционной Что ждет нас в этом году? В этом году у нас действительно сложились за три года проведения определенные традиции Ну, во-первых, мы собираем продукты для остро нуждающихся жителей Ленинского района Благополучатели этого года это инвалиды, многодетные и женский приют Тихинской Божьей Матери в деревне Измайлова И в этой акции участвуют очень-очень много других учреждений и организаций помимо самих торговых центров В этом году у нас будет и Марафет и студия Керамики и еще конно-спортивный парк Русь и многие-многие другие Акция, она действительно называется недаром неделя доброты и щедрости Она такой волной, большой волной накрывает наш весь Ленинский район и очень многие жители откликаются на нее Мы очень благодарны им за это Мы надеемся, что и в этом году будет приблизительно так же По всему Ленинскому району будет задействовано более 17 торговых центров и волонтеров у нас в этом году ну, около 120 человек Один из самых активных участников Владислав Рымша Почему благотворительность так важна? Почему вы принимаете участие? Я считаю, что организации, которые работают на территории района они должны быть социально ответственными должны приносить пользу району в виде участия в таких благотворительных акциях и для нас на самом деле честь участвовать в таких акциях потому что предприниматели могут лично помочь каждому из тех кто нуждается в этой помощи В этом году у нас примет участие порядка 10 организаций помимо продуктовых наборов мы планируем подарить как бы в прошлом году мы дарили инвалидную коляску и другие вещи, которые необходимы для личного пользования я надеюсь, что в этом году будет не меньше участников причем, ну, к нам обращаются организации им это интересно и, в общем-то, даже не мы их заставляем это делать, или просим, да они сами как бы идут с предложениями что нужно, чем можно будет помочь надеюсь, все больше людей откликнется в этом году Елена Михайловна, уникальная возможность пригласить наших жителей Уважаемые жители Ленинского городского округа я вас очень прошу, убедительно прошу принять участие в нашей неделе доброты и щедрости давайте сделаем этот мир теплее, добрее, щедрее Владислав, ну а мы давайте пригласим наших бизнесменов к этой акции Да, пользуясь случаем я хочу пригласить всех предпринимателей обращаться в торговую и промышленную палату если кто-то из вас горит желанием помочь жителям нашего района обязательно наберите нам позвоните, либо через социальные сети обратитесь мы всегда будем рады любому предпринимателю любой организации, которая готова сделать свой вклад в это замечательное мероприятие Напомню, что у нас в гостях были координаторы благотворительной акции неделя доброты и щедрости Спасибо большое, что пришли Спасибо Последние годы в Ленинском округе идет активное строительство жилья город Видное быстро прирастает новыми жилыми комплексами один из самых заметных первый квартал от компании Брусника в чем его отличие от других новостроек расскажет наш корреспондент Дмитрий Книга Современные проекты строительства новостроек в Подмосковье отличают комплексное развитие жилищной инфраструктуры Первый квартал Именно так называется жилой комплекс от застройщика Брусника возводящийся в городе Видное Первый жилой дом был сдан в начале этого года и сейчас здесь проживают почти полторы тысячи человек Всего домов будет шесть Проект прежде всего не похож на все остальное все что строится рядом все-таки проект квартальный застройки каждый дом представляет из себя замкнутый контур и мы имеем двор без автомобилей Секции переменной этажности позволяют увеличить доступ солнечного света во двор Зона отдыха со спортивными и детскими площадками украшена различными видами растений Для машин предусмотрена парковка по периметру жилых домов Соотношение цены и того качества или даже может быть не качества а ту идею, которую дает ЖК Первый квартал я думаю, что лично для нашей семьи мы вот этот баланс нашли именно в этом жилом комплексе Здесь интересное решение как закрытый двор здесь неплохая планировка и одну из самых главных здесь была неплохая цена на этапе строительства когда мы покупали эту квартиру В жилом комплексе полностью продумана инфраструктура для комфортной жизни в сентябре в первом квартале начал работу соседский центр это общественное пространство для совместного отдыха и проведения досуга местных жителей здесь проводятся мастер-классы и развлекательные игры для детей взрослые могут заняться фитнесом посмотреть кино или взять книгу в библиотеке можно воспользоваться прачечной а пока стирается белье попить чай У нас разрабатывается программа мероприятий на каждый месяц которая обновляется дополняется и она создается исходя из потребностей жителей то есть наши сотрудники соседского центра всегда в прямом контакте с жителями они общаются выявляют их потребности и исходя из этих потребностей предлагают какой-то досуг Проект центра был разработан вместе с жильцами теперь у них появилась возможность провести свободное время не выезжая за пределы жилого комплекса а многие посетители приходят сюда чтобы поработать Иногда хочется уединиться у меня дома ребенок и не всегда получается в спокойной атмосфере поработать вот ничего подобного мы не встречали на самом деле поэтому нам интересно Первые этажи домов отданы под коммерческие помещения для собственников и арендаторов компания Брусника разработала специальный дизайн-код для оформления объектов Все это позволяет сохранить единую стилистику здания не загромождая ее разноплановыми вывесками буквами Сейчас на финальной стадии строительства находится второй дом В перспективе на территории квартала появится собственный детский сад школа и крытый паркинг Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Елена Кошелева Видное ТВ Санкт-Петербург, Сирия, Дальний Восток, Средиземное море что объединяет эти разбросанные по земному шару географические точки Ответ на данный вопрос можно получить на фото-выставке Обскура 21 века которая открылась в районном историко-культурном центре С ее автором и посетителями пообщался наш корреспондент Максим Козлов Владимир Гриневич работает оператором в новостях на Первом канале Когда-то трудился и на Видное ТВ Историко-культурный центр давно сотрудничает с телевизионщиками В 2017 году прошла выставка Владимира репортаж в кадре и за кадром В 2018-м свои работы на экспозиции «Стоп! Снято!» представили сотрудники телекомпании Видное ТВ Успех этих фотоэкспозиций стал началом нашего затворного сотрудничества И сегодня новая интересная фотовыставка где представлено около 150 фотографий Пейзажи, портреты, событийные съемки Стиль фоторабот на новой выставке весьма разнообразен но объединяет их одно Специально к съемке автор не готовится Его фотокамера фиксирует реальную жизнь здесь и сейчас Времени на второй дубль может не быть У меня больше получается репортажное То есть что-то событие на месте где-то что-то увидел У меня профессия оператор Я репортаж больше люблю снимать умею, можно так сказать Поэтому и фотографии тоже в этом смысле идут Это репортажные фотографии Вывески Санкт-Петербурга и Москва с высоты птичьего полета Карелия и Дальний Восток Беларусь и Сирия Лично проводя первую экскурсию по выставке Владимир делится своими воспоминаниями от чего снимки обретают дополнительный смысл Это было снято в Средиземном море на закате Вы знаете, когда находишься посередине моря а это посередине моря мы находились и вот это солнце жаркое оно наконец-таки уходит вот эта красная волна это не передаваемое впечатление В выставке приняли участие и сотрудники телекомпании Видное ТВ Отдельный блок посвящен памяти оператора Владимира Бижонова В прошлом году он скоропостижно скончался но оставил себе добрую память Каждый раз, когда вспоминаю Вову мне сразу хочется улыбаться потому что мы действительно были командой и некоторые операторы за мою историю работы на Видное ТВ может быть где-то обижались на меня но я официально всегда заявляла это мой любимый оператор мне самое комфортное с ним работать может быть поэтому мне его хотелось и фотографировать Большая часть выставки посвящена Сирии там оператор Владимир Гриневич был в многомесячной командировке отправляя репортажи о войне и восстановлении страны не забывал и о своем увлечении Вот этот мальчик родился еще во время войны вот эта девочка точно то есть это дети, которые не знают, что это мирная жизнь Несмотря на то, что на снимках много оружия разрушенных зданий выставка все же производит позитивное впечатление Глядя на фотографии Владимира есть надежда на мир то есть вот такая серия фотографий, что вот-вот война заканчивается и начинается мирная жизнь и на его фотографиях это показано и есть надежда на хорошее и счастливое будущее Выставка в районном историко-культурном центре будет работать до середины декабря Вход свободный Максим Козлов, Кирилл Иванов, Сергей Ларин Видное ТВ В бассейне «Дельфин» прошли товарищеские матчи по водному полу между воспитанниками оздоровительного центра из Видного и Развилки Такие встречи дают юным спортсменам возможность продемонстрировать свои лучшие качества и умения А болельщикам дарят немало захватывающих минут В их числе была и наша съемочная группа Десятки юных ватерполистов из оздоровительных центров Видного и Развилки стали участниками традиционных товарищеских матчей Возрастных группы две Младшая от 10 до 12 лет и старшая где за победу борются ребята 2005-2007 годов рождения Перед стартовым свистком мальчишкам пожелали спортивной удачи Спортивную войну Нагал в старости никто не отменял Поэтому биться бороться до последнего Право попасть в команду получают лучшие из лучших А это не просто Ведь с каждым годом водное поло пользуется все большей популярностью Группы полностью укомплектованы по 30 человек, две группы Плавание – это монотонный вид спорта Водное поло – контакт непосредственно с друг с другом То есть дети обязательно должны контактировать между собой, дружить Так как от каждого игрока зависит исход игры Товарищеские матчи проходят на регулярной основе с периодичностью 1-2 месяца И хотя они носят дружеский характер Одновременно с этим позволяют спортсменам в условиях соперничества показать волевой дух и укротить мяч и воду Водное поло – своеобразный сплав баскетбола, футбола и, конечно, плавания И чтобы победить, нужно проявить самые разнообразные качества Ловкость, умение быстро принимать решения и работать в команде В бассейне во время матча по 6 игроков с каждой стороны Все они усиленно готовились к встрече Отрабатывали броски, оттачивали технику плавания И результат не заставил себя ждать Точных передач было немало Вообще занятия в секции водного пола проходят три раза в неделю Одно в спортивном зале для общей физподготовки и два в бассейне Тренировки сплачивают ребят и делают из них настоящую команду И какая же она? У нас команда очень сплощенная, дружная, сильная Мы очень всегда готовились к этой встрече Поэтому мы победим и сможем их одолеть Подобные матчи можно смело назвать образцовыми Не зря на них собираются родные и близкие спортсменов Чтобы посмотреть на увлекательную и захватывающую игру Это новички То есть как мастера они, естественно, играть не будут Это невозможно ожидать Но для своего опыта, скажем так, они играют очень хорошо Конечно, интересно наблюдать Очень Живую, интересно И брызги, и сам вот этот азарт игры Все это передается, когда вот здесь именно находишься Ребята молодцы, очень хорошо выкладываются И очень активно То есть не просто для галочки, а именно соревнования Мне это очень понравилось И очень рад и за синюю, и за белую команду И те, и те отлично просто играют По итогам соревнований в младшей группе Победителями стали видновчане А вот в старшей сильнее оказались ребята из разбилки Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Елена Кошелева Видное ТВ И это все новости на сегодня С вами была Екатерина Коваленко До новых встреч Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова